Девушка по имени Марта работала официанткой в небольшом уютном кафе на углу улицы. Это заведение славилось своим доброжелательным обслуживанием и домашней атмосферой. Каждый день сюда приходили постоянные клиенты, которые знали, что могут рассчитывать на теплоту и заботу со стороны персонала. Марта была одной из тех, кто создавал эту атмосферу своим теплом и отзывчивостью. С раннего утра она встречала клиентов с улыбкой, стараясь сделать их день немного лучше. Она всегда помнила имена своих постоянных посетителей, интересовалась их делами и предлагала любимые блюда. Но Марта не только заботилась о своих клиентах, она также всегда старалась помочь тем, кто в этом нуждался. Если кто-то приходил в кафе без денег, она не раздумывая оплачивала их заказ из собственного кармана. Она верила, что доброта возвращается, и каждый жест помощи мог изменить чью-то жизнь. Однажды, когда она вышла на улицу, чтобы сделать перерыв, Марта заметила бездомного мужчину, сидящего на тротуаре возле кафе. Он выглядел усталым и изможденным, его одежда была грязной и порванной, а глаза полны печали. Сердце Марты сжалось от сострадания, и она решила, что не может оставить его без внимания. Она подошла к нему и, улыбнувшись, спросила «Здравствуйте! Вам нужна помощь?» Мужчина удивленно посмотрел на нее, и в его глазах мелькнула надежда. Он кивнул, и Марта, не теряя времени, пригласила его внутрь. «Пожалуйста, зайдите и поешьте что-нибудь горячее», — сказала она. Мужчина, почувствовав искренность ее слов, согласился. В кафе он был встречен с добротой и уважением, и Марта быстро приготовила ему горячий суп, хлеб и чашку чая. Во время трапезы они разговорились. Мужчина рассказал о своей жизни, о том, как когда-то был успешным бизнесменом, но потерял все из-за цепи несчастьй, которые свалились на него. Он говорил о своих мечтах, о том, как хотел бы снова начать все с нуля, но не знал, с чего начать. Марта слушала его с пониманием и сочувствием, и ее сердце наполнилось состраданием. Она понимала, что каждый может оказаться в трудной ситуации, и что важно не терять надежду. После еды мужчина поблагодарил Марту, и, покидая кафе, сказал, «Вы не представляете, как сильно я ценю вашу доброту. Я никогда не забуду это». Он ушел с небольшим, но искренним чувством благодарности, которое согревало его душу. На следующий день, когда Марта пришла на работу, ее ожидал неожиданный сюрприз. В кафе появился новый владелец. Он был одет в строгий костюм, и, взглянув на него, Марта была в шоке. Это был тот самый бездомный мужчина. Теперь он выглядел совершенно иначе. Его лицо светилось уверенностью, а глаза излучали силу и решимость. Оказалось, что он проверял своих сотрудников, чтобы понять, кто из них действительно достоин работать в его команде. Он хотел, чтобы в его кафе работали только самые лучшие и добрые люди. Владелец подошел к Марте и, улыбнувшись, сказал, «Я впечатлен вашей добротой и тем, как вы относитесь к людям. Я хочу предложить вам должность администратора. Я вижу, что вы заботитесь о своих клиентах, и именно такие люди нужны в нашей команде». Марта была в восторге. Она не могла поверить своим ушам. Теперь у нее была возможность не только обслуживать клиентов, но и вносить свой вклад в управление кафе, создавая атмосферу тепла и заботы для всех, кто приходил сюда. С этого дня жизнь Марты изменилась. Она с радостью приняла новую роль и начала активно участвовать в управлении кафе. Она организовывала различные мероприятия для посетителей, такие как тематические вечера, мастер-классы по кулинарии и даже благотворительные акции. Марта понимала, как важно создавать сообщество, где люди могли бы собираться, общаться и поддерживать друг друга. Кафе стало еще более уютным местом, где каждый чувствовал себя как дома. Постоянные клиенты отмечали, как атмосфера изменилась. Они любили приходить сюда не только за едой, но и за общением, за теплом, которое исходило от Марты и ее коллег. Она организовала специальные дни, когда часть прибыли шла на помощь бездомным и нуждающимся, и это вдохновило всех вокруг. Вскоре кафе стало известным в округе не только благодаря вкусной еде, но и благодаря добрым делам. Люди приходили не только поесть, но и поучаствовать в благотворительных акциях. А Марта стала символом доброты и надежды для многих. Она продолжала вдохновлять своих коллег на добрые поступки, и вместе они создали команду, которая работала не только ради прибыли, но и ради людей. Прошло несколько месяцев, и Марта поняла, что ее жизнь изменилась не только в профессиональном плане, но и в личном. Она завела новых друзей, которые поддерживали ее начинание, и почувствовала, что ее доброта и желание помогать другим стали ее жизненным призванием. Марта поняла, что даже маленькие поступки могут иметь большое значение. Она продолжала помогать тем, кто в этом нуждался, и ее сердце наполнялось радостью, когда она видела, как ее доброта возвращается к ней. Она знала, что каждый человек, которого она встретила, мог стать частью ее истории, и что ее жизнь была наполнена смыслом. Таким образом, кафе, в котором она работала, стало не просто местом, где подавали еду, а настоящим центром сообщества, где царила доброта, поддержка и взаимопомощь. Марта осознала, что ее мечты сбываются, и что она может изменить мир к лучшему, начиная с маленьких шагов, которые она делает каждый день. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.